В первом наступившем году штаб по комплексному развитию региона провел председатель правительства Александр Смекалин. Губернатор Сергей Морозов продолжает лечиться от коронавируса. Сергей Иванович на сегодняшний день чувствует себя удовлетворительно. Сейчас он без кислородной поддержки, сатурация в пределах 96-97%. Премьер подчеркнул, что находится в постоянном контакте с губернатором и получает от него поручение. От имени главы области Александр Смекалин поблагодарил участников заседания за проделанную в новогодние каникулы работу. Праздничные дни удалось пережить без эксцессов. Но серьезным испытанием стал снегопад, обрушившийся на область 9-10 января. Задача, которая поставлена на ближайшие дни по федеральным и региональным дорогам следующая. В течение трех дней должны выполнить работы по расширению проезжей части и полностью очистке обочин и приведению в нормативное состояние всех остановочных павильонов. Очищены все основные магистрали в областном центре. Теперь задача расчистить дороги в пригородах. В течение недели планируется очистить от наледя и сугробов крыши. Особо опасное зимнее убранство с кровью уже устранено. После новогодних праздников появилась еще одна проблема. Люди устремились платить за жилищно-коммунальные услуги. В некоторых отделениях РИЦ возникли очереди. Руководством РИЦ принято решение о том, чтобы не было перерывов в работе РИЦ и продлили время работы на 2, а то и 3 часа в вечернее время, для того, чтобы люди смогли прийти и не толпиться там. Кроме того, платить можно на сайте РИЦ, в банковских приложениях и даже на почте. Причем к людям, находящимся на самоизоляции, пештальон придет сам. В школах области закончили зимние каникулы. Пока принято решение, что учиться будут по прежней схеме. С 1 по 6 класс в очном режиме. Учащие с 7-8 и 9-11 классов чередуются. Две недели одни в дистанции, две другие. Вместе с тем, разговаривая с руководителем Роспотребнадзора нашего региона, мы предлагаем начать обучение 100% в очном формате. Роста заболеваемости среди детей нет. Наоборот, даже наметилась тенденция к снижению. Снизился, к сожалению, индекс промышленного производства региона. Подведены итоги 11 месяцев прошлого года. Индекс промышленного производства у нас за последний месяц увеличился на 2,3%. На сегодня составляет 95,5%. То есть падение по сравнению с прошлым годом у нас составляет минус 4,5%. Однако это соответствует прогнозу правительства на 2020 год для страны. Но есть и позитивные моменты. Индекс развития сельского хозяйства вырос свыше, чем на 10%. Тогда как по стране упал на 2,5%. 887 тысяч квадратных метров жилья сдано за 11 месяцев. А средний уровень зарплат достиг почти 32 тысяч рублей. Одновременно с этим на потребительском рынке удалось взять под контроль цены на растительное масло и сахар. По поручению также губернатора совместно с администрацией муниципальных образований мы провели ряд мер по снижению цен на период подготовки к новогодним праздникам. Напомню, что у нас все торговые сети, соответственно, подключились на предмет проведения социальных ценовых акций. Более тысячи товарных позиций на это продовольствие и непродовольственные товары, на которых распространяются акции. Подведены итоги исполнения бюджета области за прошлый год. Несмотря на очень сложное время, результат довольно неплохой. Так, как заризовал результат Александр Смекалин. Фактические поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет области составили 55 млрд 983,5 млн рублей с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 769,5 млн рублей или на 1,4%. Плановые назначения, выполненные на 97,6% или в бюджет недопоступило 1,4 млрд рублей. Ряд муниципалитетов, включая Димитровград и Новый Ульянск, показали отрицательную динамику по наполняемости бюджета. Другие же, такие как Сурские и Корсунские районы, отработали с плюсом. Премьер-министр поручил разобраться в причинах, почему так произошло. Егор Дистов, Артем Куранов, Новости Управды ТВ.